Донбасс будет освобожден благодаря стойкости наших героев, уверен президент. Глава государства посетил место дислокации военнослужащих в Луганской области и в зоне проведения ООС пообщался с армейцами. Кроме того, Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый КПВВ «Счастье», который откроется 10 ноября. Подробнее наши корреспонденты. Это место дислокации наших военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Президент Владимир Зеленский осмотрел условия службы на передовой и пообщался с армейцами. И именно благодаря их стойкости Донбасс будет освобожден. Владимир Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль. Новый КПВВ «Счастье» откроется 10 ноября. Его проинспектировал глава государства. Для нас важно, чтобы люди, которые приезжают с тем временем оккупированных территорий, видели, какая Украина. Сучасная, асфальтованная, мирная и безопасная. Сегодня очень важно поделить события для нашей громады. Открытие центра на днях административных постов. На КПВВ расположен современный центр предоставления админуслуг. Здесь предусмотрено 88 услуг для всех граждан Украины, которые находятся как на подконтрольной, так и на временно неподконтрольной Киеву территориях. Это очень современная КПВВ, что мы очень быстро побудовали этот ЦНАП, который надает сегодня 88 административных послуг, что очень важно для всех граждан Украины, для цивильных людей, которые находятся на нашей стране и на тимчасово оккупированных территориях. На КПВВ предусмотрены все условия для пешеходного перехода и проезда автомобилей. Есть отдельная полоса для гуманитарных грузов. Центр админуслуг построили за деньги доноров и партнеров. На работы потратили 270 тысяч долларов. Здесь есть кабинет оказания медпомощи. Министерство интеграции у нас официально подписано меморандум о сотрудничестве и открытии подобных центров. И для нас очень важно, чтобы медицинская помощь стала максимально доступна людям, даже если они находятся на оккупированной территории. Ковид, вирус иммунодефицита, гепатит и другие тестирования, которые могут здесь быть доступны, могут происходить буквально за 5 минут. Есть тонометрия, есть глюкометрия, будет проводиться пульсоксиметрия. И также, если необходимо, то будет спрямованный хворой, кабинет процедурный, где будут проводиться процедурные мероприятия. Если у больного очень плохо, то на этот час будет вызываться 103, это медицинская помощь, и хворой будет спрямованный на другой уровень. 10 ноября также откроется КПУВ «Золотое». Такую же сервисную зону обустроит в этом году и на КПУВ «Новотроицкая». Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Луганская область. Твой дом.